Вопрос очень сложный, он объемный и неоднозначный. И мне, например, достаточно сложно либо с позиции плюс однозначно высказаться, либо с позиции минус, потому что, конечно, я согласна с мнением Мизулиной или Елены Борисовны, Павла Алексеевича Астахова, о том, что есть некоторые опасности в наличии в нашей стране бэби-боксов, или, как их еще называют, окна жизни. В то же время я лично знакома и в хороших отношениях с Еленой Котовой. Из Перми, которая первая в России установила эти установки. И я знаю, что это замечательный человек, который искренне, абсолютно искренне помогает огромному количеству людей и женщин. И у нее в Перми один из сильных в России кризисных центров, которые оказывают помощь женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. И я знаю, что она искренне пытается быть полезной, спасти жизни детей, как-то уберечь матерей от преступления. А в то же время очень плохо, что мы вообще эту тему обсуждаем. Как правильно отказываться от детей. Я считаю, что в России должны быть созданы условия, в том числе и при поддержке государства, для того, чтобы все дети, абсолютно все, были в радость, были желанными. Это не только огромная социальная поддержка, то есть это не только материальное стимулирование семей с детьми, особенно женщин, которые почему-то оказались без участия со стороны мужчины, но и это моральный вопрос. В сытой Европе вообще проблема деторождения стоит очень остро. И даже те семьи, которые могут позволить себе даже десятерых детей с материальной точки зрения, очень часто отказываются от этого шага, потому что мировоззрение, вот это child-free, вот эта ужасная зараза, технология, это просто технология по разрушению общества. Она проникает буквально из всех щелей. И люди не считают нужным связывать себя как узами брака, так и рождением детей. И также можно привести пример развивающихся стран, в которых нет детских домов, в том же самом Китае, Вьетнаме, где уровень жизни, ну даже, наверное, скорее Вьетнам, где уровень жизни оставляет желать лучшего, детей не бросают, там нет бэби-боксов.